всем привет сегодня я хотел вам рассказать об одной из наших услуг это эндоскопия диагностика двигателей проводится с помощью такого прибора это прибор называется эндоскоп эндоскоп это управляемая камера с подсветкой которая работает и можно залезть любые скрытые трудно труднодоступные места она управляется то есть можно загнуть под любым углом посмотреть залезть цилиндр посмотреть клапана цилиндра то есть двигатель заходит осматривается поршень дальше осматривается стенки цилиндра осматривается клапана осматривается клапана вот и мы можем посмотреть вот если вы сейчас смотрите на видео я показываю вам осмотр двигателя peugeot двигатель контрактный из японии состояние двигателя очень хорошая пробег у нее в районе 60 тысяч километров здесь я даже уговорил продавца снять клапанную крышку чтобы проверить распредвалы и состояние цепи там порядок полный и по направляющим пластиковым все целое никаких сколов нет естественно цепь вытянутость цепи мы проверить не сможем потому что цепь проверяется только на заведенном двигателе натягивается она гидронатяжителем за счет давления масла натягивается цепь но по распредвалам там сами обратите внимание что распредвалы состояние отличное форсунки на месте вся система питания на месте двигатель то есть двигатель комплектный полностью в сборе этот двигатель мы осматривали с помощью нашего эндоскопа также мы им осматриваем и скрытые места скрытой полости это чуть дальше видео будет я вам покажу вот двигатели вот заходим мы первый цилиндр смотрим колодец цилиндра значит колодец чистые масла нет заходим смотрим поршень осматриваем первую первую очередь осматриваем поршень двигателя значит поршень двигателя состояние его нормальная нагара нет никакого хон присутствует он очень хорошая на стенках цилиндра для чего нужен он он это риски специально сделаны на стенках цилиндра для того чтобы масло задерживать на стенках цилиндра и была масляная пленка то что если это будет глянец то масляная пленка не будет масло будет стекать здесь вот в данном случае вот и вы посмотрите на танцы в этом цилиндре имеется небольшая тепловая притертость но в принципе это нормально состояние клапанов тоже хорошее то есть как впускные так и выпускные клапана состояние нормальное то есть нигде там нагара большого нет посмотрите и сколов тоже нет на клапанах клапана в очень хорошем состоянии потеков тоже нет я вам дальше покажу какие бывают нюансы тоже потеки на клапанах с клапанов это когда они держат сальники клапанов и масло стекает по штоку клапана вот еще раз показываю посмотрите внимательно показываю верхнюю часть цилиндра цилиндр имеет не имеет никаких задиров имеется небольшой мусор потому что это контрактный двигатель там в любом случае будет небольшой мусор вот и дальше посмотрите там уже с одного цилиндра а этот двигатель иногда попадаются да у нас интересно такие находки в этом двигателе мы нашли очень интересные вещи то есть тут и тепле и потеки клапанов тут и какие-то металлические оплавленности поршней вот вот здесь вы видите да и даже имеются небольшие задиры уже на цилиндрах и причем это в каждом цилиндре чего это неизвестно может быть это топливо или форсунка подливает неправильная росту форсунки идет ну вот такие вот имеются тут даже если вы видите оплавленность алюминия видна на поршне на поршне пытались мы думали может быть это со свечи вывалилась но нет мы пытались крутить двигатель ничего не вылетела как все лежало так она все там приплавлено очень намертво на этом поршне хотя двигатель это автомобиль audi q5 мотор двухлитровый турбированный прошел не очень много в районе там 150 160 тысяч километров но так получилось что заказчик который заказывал работы ему удалось с помощью этого моего осмотра и видео ему удалось снизить стоимость автомобиля на капитальный ремонт двигателя в итоге он насколько помню купил контрактный двигатель поставлен эту машину и таким способом он ее отремонтировал хотя по кузову она была в очень хорошем состоянии машинка достойным состоянием в автомобиле за исключением двигателей вот здесь вот если вы сейчас вот обратите внимание то риски видны на стенках цилиндров это риск эти риски они образовались в результате того что был вот этот вот на наплав наплыв на цилиндр на поршни то есть вы представляете какой что творится с поршневыми кольцами если у нас поршни начал подплавляться я замерил компрессию в этом двигателе компрессия во всех цилиндрах была вот пяти с половиной до семи с половиной то есть это вообще очень очень мало и этому мотору мотору светил капитальный двигатель а также как вот головка головка клапанов посмотрите клапана все массы всем мокрые это двигатель не только что отработал 10 минут назад он работал не было не 10 минут это было где-то часа полтора назад потому что он немножко остыл я просил ребят достудить чтобы не не расплавить камеру моего эндоскопа и мы прежде чем мерить компрессию мы залезли эндоскопом посмотрели он потом только производили замер компрессии компрессии там никакая вот так же мы смотрим другие двигатели разные вот допустим проверка была автомобиля контрактного двигателя автомобиль камеры то есть мы посмотрели сам двигатель непосредственно двигатель в очень хорошем состоянии оказался теперь мы рассматриваем вот систему охлаждения насколько она забита насколько там присутствует окислы и равен всевозможные потому что некоторые любят ездить на воде если подтекает система охлаждения контур системы охлаждения то уедет на воде поэтому здесь да вот смотрите вот мы зашли посмотрели датчик температуры внутри в системе это все с помощью эндоскопа делается очень удобная вещь и можно залезть проверить состояние двигателя особенно контрактный двигатель который уже снят с автомобиля там вообще можно залезть и сделать может также термостат залезть посмотреть на другое отверстие взглянули на наличие термостата термостат присутствовал что очень многие моторы продаются в разобранном состоянии или люди когда покупают мотор именно в состоянии собранном да то к ним приходит там форсунок нет термостата нет сняты там какие-то элементы помпы сняты еще там что-нибудь поэтому такие бывают моменты здесь мы производим осмотр выпускных клапанов это клапана которые открываются и и выпускают отработавшие газовую систему выхлопа подключается к любом монитору к любому планшету тут же можно прям сразу же можно скинуть видео и фото именно в заказ заказчику сейчас вам покажу как эти засветил дальше сейчас вам расскажу как можно использовать эндоскоп еще и для вскрытых полостей тут у нас недавно была был автомобиль в автомобиле продавец сказал что нет никаких ремонтов не было но когда я залез в лонжерон и посмотрел внутри лонжерона то увидел очень много сварочных швов сварных потом внутренняя часть крыла и внутренняя часть брызговика по сути брызговик тоже является своего рода силовым элементом но самое главное в лонжерон в лонжероне было очень очень много скрытых ремонтов то есть это сварные швы там и варили состыковывали поэтому тоже он был очень удивлен что это все дело увидел хотя автомобиль внешне был в нормальном состоянии вот эндоскоп меня тут тоже видно эндоскоп снимает вот сейчас если посмотрите четкость снимает очень четко то есть допустим мою руку тут видно кольцо прям очень очень видно понимаете как можно разглядеть любые царапины скулы остальное подсветка регулируется также делается фото видео все пишется вот об этом хотел рассказать вам сегодня о такой услуге как эндоскопия двигателя диагностика если мою машину смотрим на автомобиле то плюсом к эндоскопии мы обязательно меряем контрольте цилиндр компрессорент работаем с эндоскопом мы только пока с бензиновыми моторами с дизелем не работаем потому что там целая эпопея очень много нужно разобрать и очень много иметь некоторые иметь детали ремкомплекты сразу замена там допустим колечки под форсунками чтобы сразу их поменять потому что они все одноразовыми есть некоторые нюансы это не бензин как вывернул свечку залез на доску посмотрел компрессию померил поэтому всем пока подписывайтесь на наш канал до встречи